Всем привет, меня зовут Павел и я электрик. Я работаю на себя и это сейчас единственный мой заработок. То есть я не работаю ни на организацию, ни на дядю, никаким образом, уже несколько лет. Для кого это видео? Это видео подойдет или нужно, или поможет тем, кто откровенно устал работать на дядю, либо человек достиг уже такого уровня в своей профессии, специализации, что уже может позволить себе работать отдельно, либо пришел к мысли, что он добьется большего, не работая на дядю, или человек, который понял, что он достиг какого-то потолка, либо ему не подходит график и тому подобное, и он понимает, что после многих и многих собеседований он пришел к тому, что, а почему бы не попробовать работать на себя? Это видео не подойдет разного рода бракоделам, любым людям, которые совершенно не понимают свою работу или то, чем они хотят заниматься, потому как я буду настаивать на работу с репутацией. То есть репутация и отзывы и лояльность будет важным и основополагающим. Все, о чем я вам расскажу в этой серии роликов, а это будет именно серия, потому как публиковать один полутора, двух или трехчасовой ролик я не стану, ибо его никто не будет смотреть. Так что этот ролик будет помещен в целый плейлист. Все, о чем я буду говорить, основано исключительно на моем опыте. Работал я в Санкт-Петербурге и продолжаю работать, поэтому все, о чем будет сказано далее, применимо к 2021 году, как раз через пару дней будут вводить во второй локдаун, и это будет касаться России. Бизнес работает, возможно, по-разному, но в принципе его абсолютно одинаковы. Большинство того, что я буду говорить дальше, в принципе, в большей степени универсально. Но, как бы, изучайте свой рынок. Если вы все-таки додумались до того, что вам будет гораздо удобнее работать на себя, давайте поговорим о том, что вас ждет. Во-первых, я сразу хочу отрубить очень важный момент. Вы не будете получать деньги просто так. На первых порах вы будете работать больше, чем раньше. Но это только на первых порах, по тому, как вам нужно будет заняться очень многими факторами. То есть, например, такие, как реклама, продвижение, какой-то элементарный пилеж контента и тому подобное, о чем мы поговорим дальше, что будет вполне понятно и очень важно. И самое первое, и самое важное, нужно понять, где ты будешь находить работу. Дело в том, что где бы ты ни жил, заявки, потребности в оказании твоей услуги, она есть в любом случае, в любом городе маломальском, есть потребность в той или иной услуге. Я электрик, буду говорить за себя и также за любые другие профессии, которые жизненно необходимы для большинства. Первое, тебе нужно понять, где и каким способом люди в основном ищут специалистов. Если мы говорим о России, то в России сейчас на 2021 год одним из основополагающих монополистов является Авито. Авито это сайт avito.ru, где в данный момент на 2021 год еще есть возможность зарегистрироваться и за, по крайней мере, бесплатно подать это объявление в вашем регионе и вследствие накрутить на него какую-то рекламу или продвижение на неделю или на один день, и где Авито будет вас продвигать. В Авито очень много ищут заявок, ищут специалистов и тому подобное. Но есть и уникальные какие-то регионы, например, как Предкавказье, Кавказ или наоборот какие-то другие, где работают либо, например, исключительно Сарафан, либо какие-то локальные группы в Одноклассниках, ВКонтакте и тому подобное. Первое, найди, где находится поток заявок. Эти заявки будут во ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбук, Твиттер, Авито, Юла, через какую-то газету или издание, через какой-то журнал, либо люди тусуются там где-нибудь в определенной парикмахерской, спрашивают у дяди Пети, тети Моти, либо вообще люди до сих пор по старинке, вот эти, знаете, объявления на бумажке с нарезанными вот этими вот штуковинами. Нужно понять, как люди ищут заявки. Второе, как вам получить доступ к этим заявкам. Если вы поняли, что условно заявки генерируются через вот эти вот отрывы личные бумажки, то походу единственный способ для того, чтобы вам найти доступ к этим заявкам, это, видимо, вот эти вот отрывающиеся объявления клеить. То есть вы идете там в купецентр, либо к другу, либо к брату, свату и так далее, к любому другому человеку, у которого есть спринтер, распечатываете эти самые объявления и начинаете их клеить. Это мы уже переходим, собственно, ко второму факту – продвижение. Продвижение и реклама очень важна и являются основополагающим фактором после понимания, где эти заявки искать. Реклама – это на сегодняшний день единственный двигатель торговли, который работает практически эталонно и идеально, и более того, неизвестный товар, либо неизвестный продавец и тому подобное человек не сможет себя продать никаким другим способом, чем рассказать о своем товаре или услуге. Если в вашем городе, регионе, стране и так далее условно работает опять реклама в журналах, раскошельтесь, дайте рекламу в журналах. Если это работает, допустим, во всяких социальных сетках, о чем я про каждый пункт поговорю абсолютно отдельно. В социальной сетке – значит социальные сетки. Если это, допустим, какая-нибудь баба Глаша, дядя Петя, где-нибудь гараж или люди собираются, или есть у вас какая-то тусовка специалистов, профессионалов и тому подобное, в любом случае придется искать доступ к возможностям продвижения. Если у вас там есть чуть больше денег, там какие-нибудь билборды, я знаю, что в небольших деревнях, да, или селах, или пригородах люди распечатывают бумажки на небольших транспарантах, залазят на самую макушку дерева, там его привязывают каким-то образом, это идеальная реклама, ее видно отовсюду, и при этом, типа, вы за это никому ничего не платите, ну вот. То есть в любом случае вы найдете способ, как людям о себе рассказать. Следующий факт, который очень важен – это общение с заказчиками и вследствие ценовая политика. Общение с заказчиками. Забудьте навсегда, навсегда, никогда, ни за что и ни при каком случае не смейте тыкать заказчику, младший ли он вас, старший ли он вас. Вы должны обращаться и разговаривать с заказчиком исключительно на «вы». Любому человеку в любом возрасте будет приятно, если с ним будут разговаривать на «вы» уважительно. Когда вы принимаете звонок, вы обязательно «здравствуйте», это самое первое. Вас спрашивают там «здравствуйте», там, вы там, условно, там «Павел», вы «электрик», вы говорите «да», что бы вы хотели, или какая работа вам требуется, или что вы хотите узнать, выявить потребность. Расположите человека к себе. Ваш тон должен быть спокойным, равномерным, и самое главное – располагающим, и, что не менее важно, максимально доброжелательным и уважительным. Не должно быть такого «да, алло, ну, ну, давай быстрее, алло». Такого быть не должно. Не можете ответить, обязательно отошлите смс-ку, где будет написано «здравствуйте, не могу сейчас разговаривать, но могу прочесть и ответить на ваше сообщение». Звучит красиво, аккуратно, и при этом вы объяснили, почему вы не берете, и также расположили уже человека к себе, он будет к вам более лоялен, хотя и вы сбросили. Сбросить звонок сейчас в обществе 21-го года, да, или нашего 21-го века. Сбросить звонок – это как плюнуть в лицо. Когда ты сбрашиваешь звонок, у людей горит. Горит прям пламенем. И это неприятно никому. После того, как сбросили звонок, тут же человеку не отослали сообщение, то уровень его лояльности падает и стремится прям к нулю, просто как с горы. Всегда, как только скинули, либо сразу напишите, либо при сбросе есть шаблоны, шаблоны нужно забить. Здравствуйте, не могу сейчас говорить, но могу ответить на ваше сообщение. Напишите, пожалуйста, что бы вы хотели, что вас интересует, что вам требуется или что вам нужно. Забейте себе два шаблона условных, да, или один, все, им пользуйтесь. Вам звонят, вы отменяете, и это правильно. Следующее сообщение – работа по ценовой политике. Вашему заказчику нужно понимать, можете ли вы выполнить подобную услугу и сколько она стоит. Обязательно выясняйте все максимально подробно. Цена работы очень часто отличается от того, что может объяснить заказчик. Заказчик практически никогда полноценно не может объяснить, что ему требуется. Учитесь разговаривать, читайте книги, какую-нибудь классическую или художественную литературу, где прекрасное построение языка и желательно обращайте внимание на новую классику или, наоборот, архаичную классику, да, какие-нибудь там, не знаю, как Шопенгауэр, да, или какому-нибудь Маккиавелли. Маккиавелли писал вообще полтысячелетия назад, и у него прекрасный слог, его отлично переводят, он великолепно звучит, да, если там читать кого-нибудь, не знаю, там, государя. Читайте литературу и учитесь разговаривать. Никому не интересно эканье, бэканье, мэканье, забудьте про ругань и мат в общении с заказчиком. У вас не должно быть слов-паразитов, вы не должны запинаться, и вы совершенно никак не должны ругаться. Как только человек слышит от вас ругань и мат, это сразу автоматически вы становитесь хабальем, обрыганьем и люмпином. Никто с такими работать не будет. Если при общении слышно, что вы начинаете ругаться, откровенно подгорать или еще что-нибудь, человек четко поймет, что ты не специалист и не профессионал, и с тобой работать не стоит, потому что если ты не научился разговаривать, то какую работу ты можешь сделать? И я считаю, что это абсолютно правильная причина-следственная связь. После того, как вы выяснили потребность человека и вообще в принципе, что ему необходимо, про вас лично, вы обязательно должны иметь максимально опрятный внешний вид. От вас не должно вонять ни алкоголем, ни табаком. У людей очень много аллергий, невероятное количество, и при этом такое же количество аллергий содержится и у их животных, и у их детей. Табак и алкоголь это неприятно, это как правило удел люмпинов, абрыганов, хабалья и прочих низкостатусных, да, и просто людей, которые находятся на дне, потому что если от тебя воняет табаком или алкоголем, да, или вообще немытым телом, то ты автоматически становишься вонючим, как бомж или бич. Что в этом хорошего? Ничего. Поэтому, если вы хотите быть успешным, и вы хотите, чтобы люди были максимально к вам лояльны, вас советовали, у вас работал сарафан, нельзя курить за два часа до работы, и тем более не употреблять алкоголь. Как только люди встретят в вас замыленный или запудренный разум, люди откажутся от вас и не будут никогда вас советовать, а вот именно советы людей максимально располагают к себе. Вы должны быть чисты, выглажены, опрятны и приятно пахнуть. Если у вас проблемы с зубами, например, как у меня, жуйте жвачку. Если у вас проблемы с телом, покупайте дорогой дезодорант. Есть такие проблемы гормональные, когда у людей очень вонючий пот, покупайте дорогой дезодорант, человек не должен страдать от вони, связанной с вашим телом. Это исключительно ваша проблема, заказчик должен быть максимально уважен и максимально спокоен при вашей работе. Работа должна выполняться спокойно, размеренно, либо быстро. Но быстро точно так же, спокойно и размеренно. Про внешний вид. Я, например, не пользуюсь классической рабочей одеждой. Классической рабочей одеждой типа комбинезон, там знаете, специальные какие-то одежды для трудящихся у меня нет. То есть, я хожу в обычных там кроссовках, там майки каждодневные, там толстовки обычные, там из секонд-хенда, и штаны там какие-нибудь. Ну, они как бы хорошо выглядят, они там вот эти все дела, но просто это обычная домашняя одежда. Многие из моих коллег и знакомых прилюдно это дело осуждают, но тут мое личное мнение, что заказчик – это человек, который должен получить качественную услугу, а именно работу. И вот что-что, а как минимум уйдя от дяди, первое, чего я хотел – это работать в удобной для себя одежде. Как правило, рабочая одежда всегда приходит в негодность, ее у людей, у большинства, не бывает нескольких комплектов. Ну, и нужно еще помнить о том, что не у всех рабочая одежда максимально быстро ассоциируется с качеством и хорошестью. Многих людей, наоборот, располагают, что вы точно такой же, как они, вы точно так же выглядите и тому подобное. То есть, не знаю, господа хорошие, но я ни разу не слышал обвинения в свою сторону, почему я не в рабочей одежде. Наоборот, типа, ё-моё, вы, блин, такие хорошие вещи, там, портите. Про разговоры во время работы. Разговоры во время работы возможны, но, как правило, заказчик будет заниматься своими делами, и он хочет, чтобы вы были максимально автономны, тихи и не напрягали. Я очень много слышал от заказчиков разговоров, касающихся, когда приходят исполнители, начинают реально прям вот душнить вот какими-то достаточно томными, неинтересными, скучными, занудными разговорами. Пожалуйста, если заказчик хочет с вами говорить, если он хочет с вами поддержать разговор, поддержите разговор, либо, как правило, просто слушайте. Заказчик, если хочет с вами говорить, то, скорее всего, что-либо хочет услышать о вашей работе, либо хочет, чтобы вы его выслушали, за редким исключением, этот разговор заходит куда-то в какую-то сложную дискуссию, да, или какой-то прям интересный диалог. Либо откажите человеку, но максимально деликатно, как отказывать людям, уф, я вам лучше расскажу в следующий раз. Если заходит разговор с заказчиком, если вы не умеете разговаривать, или не хотите разговаривать, да, или разговор будет дискомфортен для заказчика, да, там, ввиду, например, каких-то физиологических ваших особенностей, то просто аккуратно ему откажите, скажите, что вам не очень удобно разговаривать, и работать одновременно заказчик поймет. Следующий очень важный момент, имейте весь инструмент свой. Всегда возите инструмента больше, чем вам необходимо. У вас должно быть с собой всегда все необходимое от начала и до конца. Весь ручной инструмент, любые перемычки, любые примочки, любой возможный расходник должен быть у вас в кармане, если вы занимаетесь текучкой, то есть там ремонт какой-то штуковины и так далее, не важно. Не должно быть такого, что вы приходите к заказчику и говорите там условно, ой, а можно у вас случайно перфоратора нет? Или, ой, слушайте, а у вас ключа на 32 случайно не может быть? Ой, знаете, у меня вот тут проводка не хватает и так далее. У тебя появились проблемы, собрался, пошел в магазин, купил, вернулся, заказчик платит деньги. Он за все абсолютно, что ты можешь сделать и делать, любые возможности, он нивелирует тем, что он дает тебе деньги. А ты предоставляешь услугу и заказчик должен быть максимально уважен в этом плане. Если у тебя нет пассатиш, лезь в кредит и иди покупай. Если у тебя нет отверток, лезь в кредит и иди покупай. У тебя все должно быть свое. Заказчик никогда не должен париться о том, что у вас есть или нет инструмента. После того, как вы выполните свою работу, получили деньги, обязательно напомнить, если что-то пойдет не так по моей вине, обязательно звоните, я приеду и сделаю это для вас бесплатно, переделаю. Когда человек это слышит, он понимает, что это некоторая гарантия и будет к вам в три раза лояльнее. После того, как вы ушли, скажите до свидания, всего хорошего, там счастья, добра, там позитива, не знаю, чего угодно, попрощайтесь, скажите до свидания, это тоже будет приятно. Не ищите максимально долгого и прямого контакта с глазами, но уходя в глаза, человеку посмотрите, потому что когда перед уходом у вас есть контакт глаза в глаза, человек понимает, что вам не стыдно перед ним. А если вы уходите и как скулящая собака поджимаете, собираете сумку там с этими деньгами и заворачиваете, и говорите в пол, это значит, что вам стыдно за вашу работу. Человек на подсознании понимает, что вы натворили какую-то херню и что к вам больше обращаться не надо. Это кусочек психологии, которые уже давным-давно и вычислил и вычитал. Поэтому настоятельно рекомендую. Я думаю, на этом стоит закончить, ибо это видео и так растянулось. Обо всех вещах подробно, о каждом из факторов, касаемых графикой и всего остального, я расскажу в отдельных видео, которые так и будут называться, условно там, работа на себя, какой-то подраздел. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если у вас есть комментарии, если вам есть что сказать, что дополнить, или у вас есть какая-то важная тема, которую вы хотели бы, чтобы я обсудил, пишите об этом в комментарии под данным роликом, ну и еще парочку комментариев, это помогает продвигать данное видео вперед и помогает каналу. Если хотите поддержать канал, то все ссылки в описании, буду рад любой копеечке, любым удобным для вас способом можете переслать, либо сделайте репост, просто поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми, возможно оно кому-то поможет, а и мне в том числе. На этом все. Желаю вам удачи, добра, позитива, всего лишь самого лучшего, а главное успехов в любых ваших начинаниях. Счастья!